Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галина. Сегодня 14 октября. Сердечно поздравляю всех с Днём Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю всем счастья, здоровья, мира, добра, мирного неба над головой. Продолжаю свой рассказ о моём выращивании бройлеров. Это мой первый опыт. Сначала посмотрим маленькое видео о том, как росли и развивались цыплята с момента рождения. Это всегда интересно посмотреть в динамике, что было и что стало, как постепенно цыплятки росли. Первые 25 дней цыплята кушали стартовый комбикорм. У нас этот комбикорм называется крамор. Ну, в каждой, во всех разных странах, в разных местностях, местные производители вырабатывают свой комбикорм. Ну, у нас, мне понравился этот комбикорм. Крамор называется. Цыплята хорошо прибавляли в весе, хорошо росли, были живые, весёлые и жизнерадостные. Также я им пропоила их специальными препаратами, которые находились в аптечке, которую я приобрела, для цыплят. Сначала первый день я им давала глюкозу. И потом различные были препараты от болезни и витаминные добавки. А также был премикс недельку для хорошего развития цыплят. Всегда у цыплят стояла свежая водичка, которую я постоянно меняла. Мыла кормушки и поилки, чтобы всё было чистенькое. Цыплята постепенно подрастали. Кормушки и поилки менялись на другие, которые не переворачиваются. А также практически круглосуточно у цыплят горел в их помещении, там, где они находились, в брудере, свет. Ну, нужно было, наверное, на некоторое время свет выключать. Но так как первый раз я этого не знала. Но потом я увидела разницу в том, что когда свет горит, цыплята постоянно кушают. Ну, они отдыхают. А если ночью света нет, конечно, они не кушают, не едят, не пьют. И они меньше прибавляют в весе. Потому что я смотрела других, другие видео, то я смотрю, что вес средний моего цыпленка выше. Вот сейчас цыплята в возрасте 28 дней. Про это есть видео. Уже это видео уже третье. Там, где я рассказываю. И вот в возрасте 28 дней, сейчас мы посмотрим, какой вес был у брейлерочка. Уже можем сказать, 1850 грамм. Ну, я взвешивала одного цыпленка. Теперь я буду взвешивать уже дальше трех цыплят. Маленького, среднего и большого. Вот так выглядели брейлерочки в возрасте 32 дней. Сейчас произведем взвешивание. Но тут я еще взвешивала тоже пока одного цыпленка. Ну, первого попавшегося. Но понятно, что рука тянется к самому, так сказать, тому, который побольше. И вот в 32 дня цыпленок весит 2 килограмма 300 грамм. Ну, с хвостиком, с небольшим. Я считаю, что это хороший вес для этого возраста. Сегодня 14 октября. И посмотрим, как выглядят наши брейлеры в возрасте 5 недель. То есть, сегодня им 35 дней. Вот так я их открыла. Они все сейчас лежат, отдыхают. Я их, наверное, потревожила. Ну, ничего, посмотрим, как они выглядят. На ночь я их закрываю, чтобы им было тепленько. Ставлю им две банки с хорошо горячей водой. Почти кипятком, ну, градусов 80. Ставлю их туда подальше, под крышу, чтобы там сохранялось тепло. Конечно, для хорошего роста цыплятам нужно тепло. Нужна всегда чистая водичка и хороший корм. Ничего больше я не добавляла. Никаких препаратов, ничего, абсолютно никаких. Ни лекарств, ничего. Вот как пропоила их до 14 дня. Аптечка, которая у меня была. Больше я им ничего не давала. Купила я 12 цыплят. Два думала, ну, мало ли что, чтобы было 10. Но все цыплята живы и здоровы. И я этому очень рада. Сейчас мы произведем контрольное взвешивание цыплят, бройлеров в возрасте 35 дней, то есть 5 недель. Взвешивать я буду самого маленького, среднего и того, который покрупнее. Крупных их несколько, но который мне попадется под руки. Для сохранения тепла я закрываю цыплят вот такой шторочкой. На ночь еще махровым полотенцем. А днем я все эти шторочки убираю. И они дышат свежим воздухом. Когда тепло, я даже открываю двери. Итак, наше контрольное взвешивание. Вот самый маленький цыпленочек, который мне попался под руки. Весит 2 килограмма 25 грамм. Средненький 2 килограмма 600 грамм. Вот такой хорошенький. Ровно 2 600. Всех, конечно, я взвешивать не буду. В среднем посмотрим, что у нас получилось. И вот один из больших. 2 килограмма 950 грамм. Отличный вес. Сразу по нему видно, что он такой толстенький. И упитаненький. Вот такие результаты у нас в 35 дней. Буду дальше снимать и показывать вам, как будут расти и развиваться бройлеры. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всего доброго. До скорых встреч. Желаю всем мирного неба над головой. Спасибо, что вы со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok